Что-то там про сахар. Ну вот жила-жила, раз диабет. Все. Что это вообще за пейджи на проводе? Он еще и ко мне подключен. А если, а если, а если? Я немножко киборг, ля-ля. Абсолютно никаких проблем. Кто-то вводит руками, прям так, лобысь. А что будет, когда я забеременею? А забеременею или я? Тебе нужно постоянно где-то там вот твой вот диабет. Мне просто брали руку, я так лапками кверху. Родить здорового ребенка реально. У меня даже не поворачивается язык назвать диабет-болезнью. Это как насморк. Быстренько исправили и пошли дальше. Я человек творческий, конечно, у меня я и порядок это, ну, немножко полярные вещи. Но пришлось, пришлось учиться, пришлось прислушиваться к своему телу. Мой диабет начался в 2013 году. Совершенно неожиданно для меня никаких предпосылок, никаких наследственностей у меня в ближайшем роду нет. Просто начался период, как это обычно бывает, сильная жажда, резкое похудение, судороги по ночам. У меня у мужа были такие базовые знания по этому поводу. Он сказал, слушай, сдай на сахар. Я померила сахар на глюкометре своей подружки, натощак у меня подружка диабетик. И сахар выпал в 15, сдав лабораторию через день. Он уже был в 17. Еще через день меня госпитализировали с сахаром в 19. Именно эмоционально позволить себе быть свободным в этом смысле, позволить тебе быть спокойным, отогнать от себя страхи. Многие люди переживают, боятся страх перед углой, страх перед инъекциями, которые в день приходится делать кучу раз. Не только в палец, но еще в определенные части тела, в бедро, в живот, в руку. И, конечно, будучи даже очень хорошо подкованным технически, что куда ставить, в каких дозировках, это все, конечно, подбирается с врачом, можно очень легко поддаться панике. Типичное знание диабета, типичного человека. Что-то там про сахар. Наверное, нельзя сладкое. Наверное, много сладкого ел. Конечно, вникнув в тему, я узнала, что это совершенно не имеет никакого отношения к диабету первого типа. Это то, что может случиться в любой момент с каждым, как показывает практика. В мою жизнь это пришло неожиданно. Ну вот жила-жила, раз диабет, все. Но просто нужно реагировать спокойно, узнавать свое тело, и все меняется, жизнь динамичная. Тем более, что касается женщин, это все очень циклично, и все меняется с годами. Я начала готовиться к беременности, наверное, за пару лет. Я перешла на помпу. Ну, как говорят врачи, что примерно полгода требуется для того, чтобы свыкнуться с помпой, разобраться с дозировками, со своими коэффициентами. Это целая наука. То есть помпа не решает за тебя ничего. Помпа лишь твой помощник. И без головы, ну, это просто кусок железа. В чем ее преимущество? В том, что ты, можно сказать, онлайн можешь свой базис на инсулин регулировать. И, ну, скажем, ручкой ты поставил себе 10 единиц утром, и бегаешь, ты прыгаешь, или спишь весь день. Он у тебя внутри есть, и тебе уже приходится мерить сахар. И, ну, ты уже ничего не поделаешь с тем количеством, которое внутри тебя уже работает. Вот. Помпа делает микроинъекции. Ты можешь прямо здесь и сейчас скорректировать. Ты знаешь, что будет активность, ты немножечко убавляешь инсулин. Потому что физическая активность определенная, она также понижает сахар. Ты понимаешь, что у тебя будет сейчас очень спокойное, тихое время, ты повышаешь. И таким образом ты более четко регулируешь, ну, вот. Ну, в общем, не зря называют помпу поджелудочное железо искусственное. По большому счету так и есть. Для многих носить помпу тяжело в плане, ну, физических ощущений. Куда я ее буду прятать? Что это вообще за пейджер на проводе? Он еще и ко мне подключен постоянно. Куда ее засовывать? А если узкое платье? А если, а если, а если? Ну, я, опять же, проявляю находчивость очень быстро с ней. Ну, для меня это так, такая небольшая игра. Я немножко киборг, ля-ля, ну, как-то стараюсь с юмором. Конечно, уже привыкла. Я уже больше года с ней и пока не планирую расставаться. Ну, что касается некоторых ситуаций жизни и помпы, то, во-первых, ее можно снимать на какое-то время. Я, ну, ходила в бассейн спокойно, отключала ее на полчаса, на час, на полтора часа. Подходила, измеряла сахар. Если нужно, подкалывала, если нужно, что-то подъедала. Абсолютно никаких проблем. Вводить иглу не больно. Это происходит на большой скорости. Ну, кто-то вводит руками, прям так, лабысь. Есть специальные приборчики. Вообще, вокруг помпы очень много такого оснащения, которое позволяет, ну, как-то облегчить жизнь. Вот. И специальные вводилки иголок, и чего только нет. Ну, конечно, для многих, ну, для всех, наверное, девушек с диабетом, это вопрос номер один. А что будет, когда я забеременею? А забеременею или я? Конечно, постоянно мотает. Каждый триместр меняются настройки. Ближе к родам там вообще такие дозировки, что просто рука не поднимается сказать «да, ставь» своей помпе. Очень большие. Девочки вынашивают беременность, ну, практически не отличающиеся от любой другой нормальной и рожают. Лет 25 назад всех поголовно кессорили. То есть беременность и диабет была очень сложной историей для врачей, для пациентов. Просто потому что не было столько информации. Из моментов, которые ярко отличаются от ведения беременности без диабета, это, конечно же, более пристальный контроль, если в обычную беременность, будем так называть, ну, там, 3-4 раза можно сходить на УЗИ, то девушки-диабетики постоянно проверяются, постоянно наблюдают, не сильно ли быстро растет плод, и смотрят за давлением. Ну, и все сталкиваются с высокими сахарами, с низкими сахарами. Ничего, быстренько исправили и пошли дальше. Ну, сейчас у меня интересный период, да, под названием лактация. Сахара регулировать непросто, потому что, ну, с молоком отдается глюкоза, так скажем, очень легко провалиться в низкий сахар, на прогулке очень легко. Ну, и потом ты же все равно в ребенке. Тебе нужно постоянно где-то там вот твой вот диабет держать в голове. Вот, ну, потому что сейчас он немножко не на первом месте. Салаты, ну, поначалу, по крайней мере, там, с капустой, с помидорами, авокадо поначалу я не рисковала есть, потому что, ну, говорят, то, что в твоем регионе не растет, то все, значит, поначалу, ну, будь добра, отмени. Ну, и плюс все красное нельзя, да, оранжевая морковка, вот это все. Так что я простенький, там, ну, крем-супчики. Кто-то настолько фанатично подходит к диете во время кормления, что у детей потом анимея просто, вот. Поэтому самое главное – экспериментировать, вот, и не бояться ничего. Ну, что касается родов, ну, во-первых, диабетика возьмет не каждый роддом. Во-вторых, это должно быть, ну, тотальное наблюдение эндокринолога. Эндокринолог вместе с акушером и врачом присутствует на самих родах. У меня это было так, что я вообще, у меня просто брали руку, я так лапками кверху, у меня брали руку, мерили мне сахар, чего-то там крутили в помпе, и все, и дальше. Я вообще этого не касалась, и хорошо. Плюс у диабетиков малышей, как правило, забирают на сутки мониторить сахар. Потому что у малышей, они же рождаются здоровыми, вот, без диабета, вот. Но у них все равно есть вероятность того, что сахара, ну, начнут падать из-за стресса. Вот, поэтому малышам в динамике измеряют сахар, из пяточки берут кровь, вот. Вот, и убедившись, что все в порядке, что все стабильно, возвращают маму, вот. Ну, и, конечно, дополнительное обследование на предмет каких-то осложнений, характерных для девочек с диабетом. Есть такой стереотип, да, что девочка-диабетик обязательно родит какого-то не такого ребенка, может быть, тоже диабетика. Что касается диабета-диабетика, это вообще история, там, мизерные проценты. Ну, это даже и говорить нечем, там, один процент, два процента. Если оба родителя, то, ну, какие-то цифры точно не скажу, но что-то около не больше, там, трех-пяти процентов. Я на своем примере, да, я теперь знаю, что родить здорового ребенка реально, вот. Мне дали юноу через два дня и полностью здоровой нас выписали. Я без стеснения измеряю сахар, без стеснения достаю помпу. Для меня, ну, совершенно комфортно делать все манипуляции, ну, скажем так, на людях. Вот. Я ни разу не встречала каких-то подозрительных взглядов. Вот. Ну, в Европе, как говорят, что, допустим, в Германии диабет – это как насморк. Ну, то есть вообще абсолютно без проблем. Достал, поставил, проколол, все нормально. Вот. Что касается России, ну, я знаю, такие не очень ситуации, когда люди, ну, переживают, где-то уходят в туалет специально, да, и всячески прячутся. Ну, это, конечно, нехорошо. Так быть не должно. Ну, вот. И в этом плане говорить о диабете без стеснения, без боязни – очень важно. Сейчас есть тенденция не молчать. У меня даже не поворачивается язык назвать диабет болезнью. Я называю это, как и многие, особенностью жизни, особенностью моего здоровья. Понятя. В результате». В результате, как вы бы не можете менять major. Ну, как вы знаете, я легко традиция.